Джон Уитмар. Коучинг. Основные принципы и практики коучинга и лидерства. Предисловие. Мне довелось участвовать в развитии самых выдающихся компаний мира, сперва в автомобильной отрасли, а затем в руководстве трех крупных финансовых организаций в качестве как гендиректора, так и председателя совета директоров. Однако речь редко шла о «спокойном плавании». Диапазон ситуации был от стремительного роста до попыток выбраться из кризиса, что требовало твердых и срочных решений. В связи с этим вспоминаются две вещи. Первая – это успех не только в финансовом или рыночном плане, но также и в создании активных организаций с живой культурой, чего мы достигли, применив передовые методы руководства и задействовав ранее дремавшую энергию тысяч людей из разных стран мира. Второе – огромное недоумение по поводу того, почему некоторые компании вообще оказались в таком положении, а также осознание того, что просто исправить ситуацию недостаточно, хотя и необходимо, а нужно сделать все, чтобы подобное не повторилось. Когда мы размышляем над сущностью компании, нам свойственно сосредотачиваться на стратегии, лидерстве на рынке, финансах и стоимости акций. Конечно, все это важно, но слишком уж безлично. Когда я в конце концов стал отвечать за компанию в целом и узнал, с какой огромной сложностью и непредсказуемостью сталкивается человек, который пытается вести организацию к долгосрочному успеху, я понял, что любая компания – это не просто бизнес. Это экосистема, которая сильно влияет на людей, другие компании, правительство и общество в целом. В выдающихся компаниях руководство основано на принципах. Есть ощутимая разница между управлением с помощью принципов и управлением с помощью правил. Принципы определяют центр тяжести, обозначают идеальное желаемое положение вещей. Правила очерчивают границы приемлемого и часто ограничивают рост. Управление организацией с помощью правил чаще всего приводит к тому, что компания работает на сносном уровне, а не реализует весь свой потенциал. В этой книге сэр Джон Уитмор и Performance Consultants открывают нам, как мудро использовать коучинг для восполнения пробела между тем, что сносно и тем, что на самом деле возможно, как в жизни конкретного человека, так и в работе организации. Руководство с помощью принципов требует серьезной этической и эмоциональной основы, а также устойчивого фокуса на главной цели бизнеса. Оно создает среду, в которой людей вдохновляют на обучение, успех, рост и приверженность правде. Выдающиеся компании уделяют главное внимание долгосрочному и последовательному служению всем заинтересованным сторонам, а также отличным финансовым результатам. Лидеры четко знают, почему захватывающая работа в их организации привлекательна для сотрудников. А из всех возможных вариантов клиенты должны выбрать именно их, почему им отдают предпочтение поставщики и доверяет местное сообщество, почему инвесторы несут свои деньги именно им. Мы часто забываем, и это сказывается на результатах, о своих людях, о том, как работать вместе на благо компании. Именно наши люди обслуживают клиентов, придумывают, производят и доставляют продукты, порождают новые идеи. Они создают инновации и добиваются результатов, они соглашаются тратить свою энергию на реализацию видения некоего дела, выходящего за рамки их собственного «я». Как банкир, я прекрасно знаю, что любая компания должна зарабатывать деньги. Но сегодня становится ясно, что организация – это не только финансовый механизм. Жизнеспособная компания – это не просто сумма подразделений, у нее есть более высокая цель, которая влияет на все решения. Организации, нашедшие свое уникальное место в мире, выигрывают у тех, кто ничем не выделяется. Те, у кого есть устойчивая причина для существования, постоянно побеждают тех, кто такой причины не имеет. Подобно самому Джону Уитмору, я убежден, что каждый из нас, живущий в этом мире, вносит свой вклад в общество. Люди ищут смысл, задаются вопросами об этом вкладе. Наступила эпоха, когда человеческое и общественное важны не меньше финансовых выгод. Подобный фундамент создает основу для долгосрочной философии организации. Поэтому мы, как лидеры, должны сделать все возможное, чтобы заработать стойкое доверие и преданность – основу долгосрочного создания ценности. Наши действия и решения должны быть общественно полезными, культурно приемлемыми, этически выверенными, экономически разумными, экологически ответственными и, что самое главное, убедительными и ясными. Наша обязанность как лидеров создавать для своих людей волнующее и в то же время безопасное приключение, достойное того, чтобы посвятить ему свою жизнь. Разница между компаниями-середнячками, отличниками и гигантами заключается в том, насколько людям нравится там работать, насколько они горят идеями организации. В конце концов, жизнеспособность, энергия и целеустремленность компании определяются нашим внутренним настроем и внешним стилем руководства. В пятом издании книги сэр Джон Уитмер и Performance Consultants проливают свет на то, что необходимо для достижения высокой эффективности, а также развенчивают мифы о коучинге. Лидерам и рядовым сотрудникам по всему миру будет очень полезно испытать на себе их серьезное влияние. Джон Макфарлейн, председатель совета директоров компании Barclays PLC, председатель совета директоров компании The City UK.